Салют всем, с вами Бонд. В этом ролике я расскажу вам, как я создавал арт для Ильи Иксайла. Он меня позвал в видео пообсуждать работы, которые прослали его подписчики. И чтобы не быть голословным парнишка, я тоже сделал пару штук. Наравнее со всеми. Илья на самом деле дал очень мало времени. В преддверии Нового года у меня, к примеру, по 15-20 превьюшек в день. Но я все равно нашел время, чтобы поучаствовать. Ценой сна. Наверное, видно мои мешки под глазами. Ладно, давайте меньше болтовни и погнали к делу. По традиции, все начинается с вырезания персонажа от фона. Моя задумка была такова. Вместо бетонной стены поставить школьный автобус. Американский. Вообще, я хочу поместить Илью в мир постапокалипсиса. Но такого с солнцем, листвой и спокойствием. После того, как я подобрал автобус, я начинаю создавать фон. Хочу собрать улицу мегаполиса, где как раз и находился автобус. А вверху в воздухе расположить здание так, как будто оно упало на другое. Это добавит атмосферности, мне кажется. Ну и заполнит пустоту вверху. Саму основу здания я соберу из текстуры дома, размноженную в несколько раз. Я просто ее расположу правильно под углом с помощью деформации. После того, как я расположил дом правильно, я начинаю простой кистью стирать лишнее. И таким образом создавать квазные отверстия в здании. Это добавит детализация, и здание заиграет уже по-другому. А для большей разрушаемости и детализации я буду использовать простые трещины в бетоне и разрушенные участки зданий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут я пока набрасываю освещение, чтобы понимать для себя, как оно будет в конечном итоге. Мне нравится сквозной свет через высотки. С таким светом чувствуется коридорность происходящего, и даже немного становится уютно. Ну и когда я определился, я убрал весь свет, чтобы его позже добавить, и приступил к тому, чтобы добавить вокруг зелени и деревьев. Главное, помимо зелени, еще нужно добавить текстуры грязи и ржавчины, ведь город, по задумке, уже несколько лет находится в таком состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не удивляйтесь, откуда сделалась собачка. Я просто вырезал примерно где-то час, как я ее искал. Хочу просто, чтобы у Льи был друг на арте, и собака была его спутником. Эта собака в данный момент не финал. Я такие детали называю для себя якорем, чтобы не забывать в ходе работы важную деталь. А важная деталь, это после добавить собаку в движение. Такие дела. Да, я такой человек, со своими заморочками. Следующая деталь, это светофор. Чтобы взгляд путешествовал от Лии дальше в город, нужно добавлять ключевые детали. Тут это будет светофор. Он заполнит пространство, и будет все гармонично и красивенько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как я накидал задник, я приступил к обработке автобуса. Он нуждается в жавчине, к замене окон на более старые. Да и в целом его надо состарить. Но не сильно. Нужно оставить узнаваемость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё важно изменить одежду Ильи. Я беру для этого грязную одежду и старательно и максимально анатомично всё поменять. Джинсы грязные и рубашка клетчатая. Это клише. Кстати, считается, что клише это плохо, но это не совсем так. Клише в фильмах, например, плохо. А вот использовать клише в артах, это наоборот хорошо. Так как клише помогает часто зрителю сразу понять сюжетную составляющую арта. Так как арт статичный, у зрителя есть несколько секунд, чтобы вообще разобрать и понять что-то. Поэтому клише хорошо тут работает. А вот в фильме есть время для того, чтобы объяснить зрителю сюжет и так далее. Используйте клише, но не злоупотребляйте. Всё хорошо в меру. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как с одеждой закончена, я начинаю добавлять освещение везде, и в том числе на автобус. На автобус будут попадать лучики, которые светят через листву, которая не попадает в кадр. Вы только поглядите на свет. Я прям тащусь от такого эффекта. Также я прорабатываю мелочи в виде разных окон на зданиях. Лишним точно не будет, а то слишком всё чистенько. Ещё добавляю птичек в воздух. Я безумно люблю добавлять птиц в небе и в воздухе. Эта деталь, мне кажется, усиливает эффект огромного пространства в арте. Также я добавляю освещение на илью. Совсем немного, чтобы были рефлексы от света. Субтитры создавал DimaTorzok Ещё я Илье добавляю детали типа рюкзака, банки колы и наушников. Как будто он присел, слушает музыку и попивает колу. Субтитры создавал DimaTorzok И ещё я добавляю уже разные мелочи типа грязь, накиды, засветки разные для разделения фона. И повешу на дальние здания ткань с химической опасностью. И попутно я ещё накидаю разные растительности, чтобы окончательно заполнить пространство. А вот и собачка. Я её делаю в движении, как будто она играется и бежит за чайкой, которая пролетает низко над автобусом. А Алья в это время ничего не видит и просто отдыхает с музычкой. Кстати, если кому интересно, вы видите запись, ускоренную 20 раз. Всё время работы заняло примерно 4 часа. И да, мне кажется, это довольно долго. Я обычно справляюсь куда быстрее. Но поиск исходников это жесть, конечно. Ну и в конце. Я делаю свою цветокоррекцию и арт готов. Ну что, вам понравилось? Напишите об этом в комментариях. Мне очень важно почитать ваше мнение. Ну и так случилось, что это последнее видео в этом году. Я, честно говоря, не заметил, как пролетел год. Это просто офигеть. Но за этот год я начал вести канал и прокачал его до 89 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное, что вы подписываетесь на меня. Конечно, сотки не получилось достичь, чтобы получить эту заветную кнопку к Новому году. Но, тем не менее, очень приятно. В начале года, на самом деле, я даже не думал, зачем вести канал. Но сейчас прикольно иногда записать видосы и выгрузить его, чтобы кто-то посмотрел. Мне приятно, что мы с вами делаем творчество популярным среди бесконечных челленджей на Ютубе. Надеюсь, что следующий год намного удачнее нас сложится. Ну а я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Встретите Новый год с семьей. Отметьте его по полной. Ну а я не буду вас просить подписаться или ставить лайк. В этом нет нужды. Просто хочу сказать спасибо большое за поддержку в этом году. Ну а я пожелаю вам больше креатива. С наступающим. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok